Всем привет дорогие друзья, с вами Мара Акаси и вы смотрите передачу приколы и баги часть 19. И первый довольно эпичный момент произошел, когда арта FV304 осталась одна и к ней приехала ПТшка АТ2. И конечно наш храбрый герой решает просто так не сдаваться и начинает крутить эту медленную ПТ-САУ, которая тоже пытается что-то сделать, хотя скорости конечно ей не хватает. Но все равно ситуация не такая простая, любая ошибка и наш герой будет уничтожен. Но все-таки он довольно грамотно сражался и уничтожил противника. Но это еще далеко не все. Приезжает квас, у которого конечно отличная скорость и он с легкостью может уничтожить нашу маленькую арту. Но все-таки наш герой даже и не думает, чтобы сдаваться. Начинает ехать вперед, в итоге квас останавливается, удается его загуслить, он медленно поворачивает своей башней. Игрок его обходит, разворачивается. Тут конечно опасный момент, не знаю почему квас не стрелял, хотя у него был шанс, но он им не воспользовался. И в итоге этот рачок отправился в ангар. Отличная игра, молодец конечно, игрок на арте затащил. Т-44 преследует, АМХ 13-75, француз отрывается и чуть не врезается в труп. Потасау падает с обрыва и опасно, но к счастью француз не теряет гусеницу, потом падает 44-ка и она умирает. Это конечно было очень забавно. Француз вроде бы как поаккуратнее упал, но и вес у него конечно поменьше, в итоге он не умер. А вот 44-ка весит больше, поэтому конечно она разбилась. В следующем моменте советская Потасаусу 122-44 зацепляется за домик и застревает в таком положении. Зачем это сделал игрок, я точно не знаю, может быть он специально заехал в этот баг, а может быть случайно. И некоторое время игрок начинает трястись и казалось бы сейчас он полетит в космос, но приезжает совзводный, который выручает товарища и тот выезжает спокойно. И казалось бы на этом все, но только Сушка немного отъезжает, ломает дома и потом залетает в небеса. Вот это тут красивый вид конечно и новая Потасаус Сушка с установленным двигателем для того, чтобы летать и стрелять по врагам прямо с небес. Просто шикарно. Представьте такую картину, стоите вы, выцеливаете противников, нагибаете и тут подлетает Сушка и начинает напихивать вам прямо в корму. Наверное будет неприятно, но что поделаешь такая уж эта Потасау. Меня всегда поражали игроки, которые сливаются, хотя пользы от этого никому нету, даже им. Вот например АМХ 50100 просто падает за светляком и конечно умирает вместе с ним. Зачем это нужно было делать, я совершенно не понимаю для прикола. Ну и какой в этом прикол, если ты слился с нулем дамага. Ну в общем-то забавный тип, хотя светляк тоже мог спокойно отсюда уехать, но в его случае это не критично, потому что он всего лишь светляк. ИС-8 начинает давить объекта 416-го. У обоих довольно мало прочности, но у ИС-8 сломано БК, поэтому если сейчас объект 416-й попадет, то он выиграет. Но ИС-8 совершает вот такой вот хитрый маневр и в итоге уворачивается от выстрела. Хотя на самом деле ИС-Тшка вполне могла попасть. Т-54Е1 саживает в 34-ку весь барабан и уходит на КД. Ну а тут неожиданно приезжает елка, которая успевает один раз выстрелить и дальше начинаются танцы. Хомяк прижимается к елке и начинает об нее тереться. И елка вот так вот катается вокруг хомяка и не может его объехать и как-либо закрутить. Потом они меняют немного позиции и продолжают свой вальс. Вот такой вот смешной момент. Елка, конечно, тут дала, не знаю, как она могла так сфейлить и отправилась в ангар. СТ-1 приехал в город и встретил тут целую толпу противников. Тут и седьмые, и восьмые, и девятые уровни. И все, конечно, они стреляют по тяжу. И давайте же посмотрим, сколько же он все-таки сможет продержаться. Конечно, тут у многих довольно слабенькое пробитие, но все-таки и Лёва тут стоит, и Е-75. Но довольно долго наш тяж держится и никто не может нанести ему урона. СТ-1 танк крепкий и пробить его не так-то и просто. Супер Першинг вообще в борт стреляет и вообще пробить не может. Но вот все-таки нашего тяжа уничтожает, но все равно долго продержался. А вы знаете, что на советских танках нужно тщательно сводиться? Наверняка знаете, но вот эти ребята, похоже, об этом не знают. Но, тем не менее, это им не мешает стрелять с вертухана на ходу и попадать и уничтожать противника с огромного расстояния. Вот, например, квас уничтожает А-20 совершенно без сведения на ходу. Но это, в принципе, нормально. И так, на этом все, друзья. Спасибо огромное, что вы смотрели. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok